Добрый день, мне 36 лет, 8 лет в церкви, не замужем, детей нет, общалась с одним, вторым, третьим, двое ушли из церкви, для третьего я была выходом из прошлых отношений, 6 месяцев общения и в итоге он вернулся к бывшей. Разочаровалась, закончила родительскую школу, а теперь боюсь, вдруг не справлюсь, а вдруг не смогу стать хорошим родителем для приемного ребенка. Надежду выйти замуж и создать свою семью потеряла, просыпаюсь каждый день со слезами и очень устала быть в этом состоянии уныния, больше нет сил, нет, видимо, даже у меня вопросов, просто если можно дойти направление куда дальше двигаться. Она усыновила ребенка? Она еще не усыновила, только прошла родительскую школу, 36 лет девушке, 8 лет в церкви. Ну вот этот страх быть плохой матерью, страх никогда не выйти замуж, страх умереть от чего-нибудь, это все надуманные вещи нами, просто откажитесь так думать, просыпайтесь и каждое утро опровергайте эти мысли, пророчествуйте, в Библии нам что говорит, пророчествуйте. Сегодня модное слово, светские люди что делают? Они слушают аффирмации, говорят аффирмации, что такое пророчество. Это все взято из Библии, из истины, да, то есть я беру и говорю, как Библия говорит, слабый, говори я силен, бедный, говори я богат, что я позволяю себе говорить о себе, я перепрограммирую себя. А если вы столько лет кормите эти унылые мысли, так ну я не знаю, что еще может это помочь. Поэтому надо начинать заставлять себя думать по-другому. Ну в смысле потеряла идея, ну вернулся он к своей бывшей там женщине, ну да, и слава богу, у них восстановились отношения. Ну на одном же человеке вообще не построено, и что в Европе вообще только после 40 и 45 детей рожают и замуж выходят. У меня есть подруги, которые в 40 лет и родили первый раз. Чего мы вообще решили, что все, жизнь закончилась? Это все придуманные, навязанные мысли, ты можешь отказаться так думать. Это социум навязалось. Конечно. Бред. Поэтому не надо так жить, откажитесь. Это всего лишь мысли. Это еще не произошло. Я плохая мать. А вы мне покажите хорошую мать. Ну идеальную мать, да их не существует. А то, что вы хотите подарить судьбу ребенку, это дорогого стоит. И у вас получится так, как получится. Не у каждого вообще желание такое есть для ребенка приемного. Конечно. То, что вы уже это сделали шаг, вы уже огромная умница. Что вы не впали в эгоизм или там не впали в состояние, все, я умираю, все, уже пора мне как бы уходить с этой земли. А вы сказали, так, у меня есть материнство, у меня есть любовь. Я подарю ее ребенку, который этого лишен. Блин, да это круто. Вы просто умница. Я вам аплодирую. Поэтому убирайте этот бред. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.